В нашей студии отель «Аррат Хаят» сейчас управляющий активами финансовой группы «Рекома» Владислав Жуковский. Владислав Сергеевич, приветствую вас, благодарю за то, что согласились на наши вопросы. Видите ли вы дно, Владислав Сергеевич, дно падения отечественной экономики? Я-то дно вижу, но я вижу дно гораздо низу, чем я видя дно нашей официальной чиновники. Я боюсь, что то дно, про которое говорит и министр Улюкаев, и Министерство финансов, и Центральный банк, это на самом деле не дно. Это всего лишь начальная фаза такого долгосрочного рецессионного сжатия российской экономики. То есть, всего лишь такой первый цикл снижения, не более того. Поэтому, говоря терминами Улюкаева, мы сейчас действительно достигнем дна, никуда не оттолкнемся и начнем активно копать ниже и ниже. Я не вижу ни одной причины, почему российская экономика должна была бы жить. Напомню, что сегодня из 12 секторов российской экономики ровно 8 находятся в состоянии кризиса. Там идет спад добавленной стоимости. В 12 из 16 базовых отраслей обрабатывающей промышленности тоже спад. Причем в 6 отраслях таких агрегированных идет спад более чем на 10, 15 и даже 20 процентов. Особенно машинное строение, станкостроение, высокотехнологичная продукция. Ну и, собственно говоря, если мы говорим об экономике ВВП методом использования конечного потребления, то я тоже не понимаю, где должен быть какой-то рост. Инвестиции падают на 6-7 процентов, потребление на 9-10. Чистый экспорт, да, мы определенные получили за счет падения импорта из-за того, что денег у населения стало меньше. И то, что бизнес перестал закупать необходимые станки и оборудование. Там двукратный спад. Ну и плюс немножко получили больше доходов за счет девальвации рубля по экспорту. Но это единственное, что более-менее стабилизировало ситуацию. И я не думаю, что это как-то что-то куда-то выкинет. Я думаю, что весь оптимизм строится на том, что якобы будет эффект низкой базы. И на фоне 3-4 квартала прошлых годов есть такое вот ожидание, что мы перестанем падать. И темпы роста, точнее темпы падения будут сжиматься до нуля. Но я думаю, что это на самом деле очень оптимистично. И на самом деле худшее еще впереди. И кризис пришел в Россию на 2-3-5 лет. В лучшем случае, я думаю, что это только начало движения. Потому что кризис, как мы уже с вами говорили, не конъюнктурный, не циклический. Кризис системный. Кризис и структуры российской экономики. Это дефолт ресурсно-сырьевого модели роста и безразвития. Ну так называемый нефтегазовый титаник тонет, а спасает его какими-то такими конъюнктурными мерами. То есть онкологию, гангрену лечат, соответственно, горчичниками и прогреванием пяток. На самом деле эффекта никакого не даст. Тем более, что даже против циклического кризиса подпринимаются неправильные меры. Мы видим повышение процентной ставки, дорогой кредит, секвестр бюджета, повышение налогов, неналоговых платежей, закручивая финансовых гаек, видим сжатие денежной массы в экономике. Поэтому мы даже не можем дать нормальный ответ на циклический спад, не говорящий о системном кризисе. Ну ставка, нужно сказать, снижается, да? Уже постепенно. Ставка снижается, но кредит дорогой. Шагами Центробанка. Принят антикризисный план правительства, я думаю, что вы о нем знаете. И вот по последним опросам ожиданий в секторе предпринимательства, в общем-то, наметились какие-то позитивные моменты. Как вы думаете? Ну, смотрите, если мы говорим про позитивные моменты, капитал чисто в страну утекает. То есть 32 миллиарда долларов в первом квартале, 20 миллиарда во втором квартале. То есть в том мы выходим где-то на 50 миллиардов за первое полугодие. То есть если мы исключим 2014 год, это худший показатель за всю историю статистических наблюдений. То есть хуже был только 2014 год. Поэтому если уж в России было бы импортозамещение, дешевый рубль бы что-то здесь импортозаместил, то мы бы не видели сокращения деловой, производственной и инвестиционной активности в трех четвертях экономики и обрабатывающих производств. И не было такого исхода капитала за рубеж. Поэтому, честно говоря, пока я не вижу какого-то оживления. Только отдельные есть отрасли, отдельные секторы. Скажем, финансовая система, добывающая промышленность, металлурги, само собой, в плюсе. Производители удобрений, нефтехимия, нефтепереработка. То есть здесь, да, действительно есть плюс. А все, что связано с внутренним рынком, то, что не работает на внешней рынке, не получает так называемую природную сырьевую ренту, там минусы, там убытки. Пасмурс Ильич, давайте мы сейчас уйдем на рекламу. Немножко успокоимся. Может быть, после нее мы увидим какой-то свет в конце этого туннеля. Итак, мы продолжаем бороться с Владиславом Жуковским, управляющим активами финансовой группы РЕКОМ. Вы, конечно, мрачноватую такую нарисовали картину, но в то же время давайте с вами признаем, что... Есть некое замедление в снижении промышленного производства. По-прежнему у нас положительный и торговый, и платежный баланс, и уже предприниматели готовы брать кредиты по существующим процентным ставкам в коммерческих банках. В строительной отрасли, что, на мой взгляд, очень важно, наметилось некоторое оживление, это подтвердил в недавней беседе со мной министр строительства господин Мень. И потом, мы же не можем падать бесконечно. Ну, смотрите, по поводу того, что становился спад, я пока не видел ни одного сектора экономики, где реально было бы оживление больше одного месяца подряд. То есть, то, что мы имели оживление по июню, даже не оживление, а просто сокращение темпов спада, грубо говоря, там с 7-8% до 6-5%. Это, на самом деле, во многом эффект низкой базы прошлого года, потому что июнь прошлого года был откровенно провальный, и на его фоне мы действительно 1,5-2% в этом году спад сократили. Поэтому здесь очень много именно статистических таких вот приписок и эффекта низкой базы. По поводу рынка недвижимости, ну, извините, у нас на вторичном рынке жилья упали продажи приблизительно, я вам скажу, на 45% в среднем. Перевизжка по этому подскочила очень сильно в первом квартале тоже где-то на треть, на 40%. То есть, это говорит о том, что все, у кого были свободные деньги, они припарковали на первичном рынке, а на вторичном рынке денег ни у кого не покупали. Покупательская активность, она понятна, это снизилось, я имею в виду именно строительство, именно строительство, заявки на начало новых строек и так далее. Вот вы к чему клоните, что мы все умрем? Нет, почему, будем жить весело и замечательно, просто надо понимать, что все только начинается, на самом деле. Вот в апреле месяце в этой студии мы общались с вашей коллегой, тогда на 49-50 рублях за доллар я говорил, что обычный локальный цикл полностью отыгран. Мы повторяем графики рубля к доллару 98-99 года, когда мы в моменте упали в 4 раза до 25 рублей за доллар, потом укрепились до 11, до 8, потом упали до 11-12, снова укрепились, потом стали падать к 30 рублям за доллар. Мы один в один рисуем ту же самую картинку сегодня, то есть увидели 70 рублей за доллар, потом увидели порядка 53, потом 63, потом 48. Собственно говоря, сейчас мы видим 60 рублей за доллар, и это на самом деле с моей точки зрения только начало мощного такого девальвационного движения. После небольшой паузы и укрепления на 3, 3,5 рубля мы должны будем видеть и 65, и 70 рублей за одного американца уже в перспективе ближайших, так вот, ну полугода с моей точки зрения точно. Ну а серьезная ближайшая цель это порядка 85 рублей за доллар за 2 года за 100. Поэтому здесь на самом деле очень простой расчет, чтобы сегодня свести бюджет и свести платежный баланс. Кстати говоря, платежный баланс в России не положительный, мы приходим уже к двойным дефицитам, то есть дефицит бюджета у нас уже второй год подряд, а по платежному балансу у нас отток капитала по финансовому счету традиционно уже второй год подряд превышает приток по текущему счету, то есть деньги выводятся частным сектором быстрее, чем мы зарабатываем на экспорте нефти, газа и прочего сырья. И здесь на самом деле тоже ничего хорошего нет, валюты из страны вымываются, поэтому и валютные резервы тоже сокращались очень быстро. Поэтому чтобы вот сейчас, грубо говоря, за первые полгода у нас рублевая цена нефти ЮРОС примерно 3250 рублей за бочку. В бюджете сверстан при 3600 рублей за доллар. Мы видим, что в принципе в экономике кризисы мы падаем ускоренными темпами, и в принципе такого не закладывалось ни в бюджете, ни в каких других документах. Поэтому чтобы хоть как-то сейчас остановить этот кризис нажатия, нужно либо чтобы нефть подорожала до 70 долларов за баррель, либо чтобы рубль, соответственно, туда уехал. Если мы будем понимать, что еще у нас падает покупательная способность рубля, и 1 рубль сегодня, это не то, что 1 рубль вчера, либо год назад, то получается, что сегодня в рублях бочка смеси нефти самая дешевая с 2011 года и с 2004 года. В принципе, мы сегодня находимся на уровне бочки нефти где-то 2001 года. Поэтому, если мы хотим действительно при сохранении этой ресурсно-соревной модели роста и безразвития, вот этой экономики трубы выйти из экономического спада и обеспечить рост инвестиций, нам необходимо, чтобы бочка нефти стоила примерно 4,5 тысячи рублей за смесь юрлс. То есть, примерно, либо доллар должен стоить к рублю 85 рублей за доллар, либо нефть должна подорожать до 85 рублей за доллар. Поэтому здесь особо другого выхода нет, и мы видим, что у нас прямая корреляция между двумя величинами рублевых цен на нефть и темпами роста экономики. И причем надо понимать, что девальвационная волна всегда будет сменяться волной инфляционной, постоянно будут обесцениваться и сжигаться те доходы, которые получает бюджет. И будут вынуждены снова и снова проводить девальвацию. Да, Владислав Иосифович, вы должны были нарисовать черный квадрат, Малевич, я так понимаю. Мы его нарисуем при курсе, что балансы рублей за доллар. Я напомню, что в 2004 году баррель нефти стоил примерно где-то 38 долларов за бочку, и экономика тогда показывала рост. Конечно, сейчас соотношение не то, как 10 лет назад, но тем не менее, кое-как жили. Я согласен. Просто в реальных рублях считать надо, а покупание в 80 рубля упало за 15,5 раз. Я благодарю.